Погасить долги в очередной раз призывает коммунальщиков глава города Сергей Гриднев. Ведь сегодня задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями исчисляется десятками миллионов рублей. В прошлый раз я очень много тут грозил, стучал, по головке гладил. Только займитесь своей задолженностью. По словам руководителей управляющих компаний, решить вопрос сразу сложно. Долг растет из-за долгов самих жильцов. Администрация города и управление городского хозяйства прикладывают все усилия, чтобы помочь жилищным организациям справиться со злостными неплательщиками. Разработана программа в Новый год без долгов за услуги ЖКХ. Людей информируют о том, что будет, если они вовремя не оплатят квартплату. Напоминает глава города и о погодных условиях. Из-за снегопадов пошла вверх статистика травматизма во дворах. Сергей Гриднев ставит перед управляющими компаниями задачу вовремя чистить дворы, посыпать песко-соляной смесью, не забывать заботиться о безопасности жителей во время новогодних праздников и всегда быть готовыми к экстренным ситуациям. Здоровье жителей зависит во многом от вас, перелома и травмы. То есть ваша задача, чтобы дворы были почищены, убраны, то ли это песчано-солевая смесь, то ли вы там еще чем-то сыпите, но дворы должны быть посыпаны и почищены. Это не обсуждается. Проводится и выездное совещание. Строящийся микрорайон «Квартал-20». В границах рек участка Алба и улиц Кирова хлебозаводская заречная. Здесь возводится пять односекционных многоэтажек. Создана зона благоустройства, а еще построена новая котельная, модернизированная по последнему слову техники. Компания обещала главе города не только построить дома, но и отремонтировать старый корпус второй школы. Как минимум 500 детей будет. Это минимум 500 детей. У меня нет вопросов по детским садам. У меня вопросов по школе. Ну, у нас же ведь есть... На школу надо выходить. Школа мне к первому сентября нужна, как у меня застарится. Вторая. Я не знаю, как бы там, с кредитами, не с кредитами. Где могу, я помогаю всегда. Первого сентября мне нужна школа. Хорошо. Выездное совещание заканчивается на оптимистической ноте. К первому сентября, обещает застройщик, старый корпус школы отремонтируют. В нем сможет обучаться несколько сотен детей.